Царю Небесный, Учитель от души истины, И же везде, если и вся исполняет сокровище благих, И жизни подателю прийти все лисяны, И очистены от всяких скверны, И спаси, блажен души наша. Господи, просим Тебя, благослови наше занятие. Недопустим ему клониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас также в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему. Пребудь с нами в этот воскресный день. Тебе же слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 1 глава с 35 по 39 стихи. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним и, найдя его, говорят ему. Все ищут тебя, он говорит им. Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах и по всей Галилее и изгонял бесов. Толкование. После того, как исцелил больных, Господь уходит в уединенное место, научая тем нас, чтобы мы не на показ делали что-либо. Но если сделаем какое добро, спешили бы скрыть его. И молится он также для того, чтобы показать нам, что все, что не делаем доброго, должно приписывать Богу. Послание Якова 1.17 Сам по себе Христос даже не имел нужды в молитве. Далее, когда народ искал и сильно желал его, не отдается ему, хотя принимает это с благосклонностью, но идет и к другим, нуждающимся в исцелении и наставлении. Ибо не должно ограничивать дело учения одним местом, но надо бы навсюду рассеивать лучи слова. Но смотри, как он соединяется с учением деяния. Проповедует, а потом изгоняет и бесов. Так и ты учи и вместе твори дела, дабы слово твое не было тщетно. Иначе, если бы Христос не показал в месте и чудес, то слову его не поверили бы. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова блаженного Фефилакта не должно ограничивать дело учения одним местом. Надо бы навсюду рассеивать лучи слова. Но наше рассуждение только из области воображения. Мы можем предположить и даже с уверенностью, что язык и рука блаженного Фефилакта были движены Духом Святым. И что эти слова должны непременно исполняться ежедневно, вчера и сегодня и до последнего дня. Но на практике мы видим, что православные пастыри с Библией в руках не идут ни в народ, ни нам вон. И не толкуют священное писание, потому что не знают его совсем. Из тех, кто слушает их не евангельские, хотя и редкие проповеди, в дальнейшем будут выходить такие же мертвые пастыри, ибо ученик не выше учителя. Значит, слова, сказанные Фефилактом, исполняем не мы, православные. Тогда кто же? Ведь они должны быть непременно выполнены. Отсюда и рождение разных ересей и сект. Потому что каждый, чье сердце горит любовью к Господу и к Слову Его, по своему разумению слабому и греховному, начинает толковать Библию, даже не зная о существовании девятнадцатого правила Шестого Вселенского Собора, запрещающего толковать Библию вопреки святых отцов. Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». «В каком бедственном состоянии находится православная церковь среди бушующего моря, когда погашен светильник, Слово Его животворящее мертвое». Псалом 118, 105 стих. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стызе моей». О, если бы слова Феофилакта приняли сегодня как повеление и благословение. Я всякий раз удивляюсь, как Господь делает, что не раньше, не позже, мы считаем именно на сегодняшний день, сегодняшнее толкование. Феофилакт нам говорит, что не должен ограничивать дело учения одним местом, надо бы навсюду рассеивать лучи слова. Я не знал, что это, я не готовился, естественно, сказать, что мы будем сегодня именно эти слова читать. Но именно сегодня Господь положил мне на сердце, я вчера соседке помогал урожай с дачи, привозил, и она сообщила, что сегодня будет День здоровья, о котором я говорил, День ходьбы. Там соберется множество народов, и приедут спонсоры, и будут раздавать всякие товары, там чайки, конфеты, печенье, что они там делают. Вот. А у нас духовная пища есть, не роздана. Мы все время раздавали, вот в прошлое, часто мы ездили, да и всегда мы ездили на площадь Спартака, там есть, конечно, народ, но не так много, как там, в таком месте. Мне вот положила мысль поехать в другое место, туда, где побольше народу. Там и воздух свежий, и потом погулять можно будет, и побеседовать. Потому что на Спартаке там беседовать невозможно, потому что гол, и когда сестры говорят, и ничего не слышно, я потом смотрю на ютубе ролики, и там, например, 6 лайков и 9 дизлайков. А почему? У нас сестра благовествует, ничего не слышно, да еще забыла, что у нее камера, она в ключе откнула, дала, говорю, снимай, а она давай там благовествовать. В общем, ну, хоть, слава богу, хоть так, лучше хоть так, чем вообще никак. Потому что у меня лично коснулось это, что нужно идти и в ближние селения, и в городах. Когда мы последний раз были в ближних селениях и в городах, не были, не были, то есть, ну, заглушили это слово. А Господь так дивно сделал сейчас интернет, если пешком-то идти никуда не надо. Кнопочку нажал уже в соседнем Нью-Йорке, или там, где, в Германии хоть поговорил, по чатру-летку создал Господь, тоже там можно благовествовать. Тем более, примерно, вот такой вот Сергей Козлов оставил, Инать Тихович поддержал все это. Ленимся, прости нас Господи. Сороковой, сорок второй стих. Приходит к Нему прокаженный, и умоляя Его, и падая пред Ним на колени, говорит Ему, «Если хочешь, можешь Меня очистить». Иисус, умилосердившись над Ним, простерл руку, коснулся Его и сказал Ему, «Хочу очистить». После всего слова проказа, проказа тотчас сошла с Него, и Он стал чист. Толкование. «Благоразумен был прокаженный и веровал, посему не сказал, если попросишь у Бога. Но, веруя в Него, в Христа, как в Бога, сказал, если хочешь, Христос прикасается к Нему, знак того, что ничего нет нечистого». То есть, запрещено было прокаженному прикасаться. Закон запрещал прикасаться к прокаженному, как к нечистому. Но Спаситель, желая показать, что нет ничего по природе нечистого, что требования закона должны упраздниться, и что они имеют силу только над людьми, прикасается к прокаженному. Тогда, как и Елисей столько боялся закона, но и видеть не хотел Неймана прокаженного и просившего исцеления. Господь показывает, что Он не просто человек, потому что людям было запрещено прикасаться к прокаженному, а Он прикасается. Еще тем самым показывает, что требования закона теперь должны упраздниться, то теперь Новый Завет, Новый Завет в моей крови. То есть, Он теперь Господин и Субботы. Иссе творю все новое. И вот Он исцеляет этого прокаженного. И хочется обратить внимание на самого прокаженного. То есть, если хочешь, Он так, как бы, кротко так к нему подходит, не требует исцеления. Как вот Игнать Тихонь шучит, когда старообрядцы молятся, так вот, Господи, помилуй. Такое ощущение, что они, говорит, Господа берут закрутки и требуют с Него. Говорит, а если не помилуешь, сейчас как? А вот этот прокаженный, если хочешь, может, и как Христос тоже отвечает, хочу. То есть, Бог хочет нашего исцеления. А почему, когда мы молимся, Он не исцеляет? А для смирения гордыни нашей. Болезнь Богу, Бога и людям подается за грехи. И на болезни, на мудре, человек уже отходит от всей суеты, ему не нужно ничего. Он лежит и размышляет. Вот сестра сидит, кивает. И размышляет о грехах своих, о спасении, о душе. Благодарит Бога, что Богу лучше знать, как к нашему сердцу пролезти через болезни или иные какие-то скорби. 43-45 стихи. И посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Толкование. Из всего научаемся также не выставлять себя на показ, когда оказываем кому добро. Ибо вот Иисус сам велит очившемуся не разглашать о нем, хотя он и знал, что тот не послушается и разгласит, однако, научая нас не любить тщеславия, велит никому не говорить. Но, с другой стороны, всякий облагодетельствованный должен быть признателен, признательным и благодарным, хотя бы благотетель его и не нуждался в этом. Так и прокаженный разглашает о полученном благодеянии, несмотря на то, что Господь не велел ему. Христос посылает его к священнику, потому что по повелению закона прокаженному не иначе можно было войти в город, как по объявлению священническом об очищении его от проказа. В противном случае он должен был изгоняться из города. В то же время Господь велит ему принести и дар, как по обыкновению приносили очившиеся. Очистившиеся. Это посвидетельство того, что он, Христос, не противник закона, напротив, столько дорожит им, что заповедуемое в законе, и он повелевает исполнять. То есть, впереди как бы говорится о том, что требования закона должны упраздниться, толкователь нам говорит. В связи с чем? В связи с тем, что Господь говорит уже, что он прикасается к нечистому. То есть, он нарушает закон, нельзя было. А здесь, что он ревнитель закона. Казалось бы, противоречие. Там он прикасается, нарушает закон открыто, а тут отсылает к священнику, дабы исполнять закон. Так он там нарушал, тут показывает, что исполнял, другой бы скажет, да что он и вашим, и нашим. Если нарушать, то нарушать, если исполнять, то исполнять. А вот здесь и рассудительность нужна. Время собирать камни, время разбрасывать камни, время молчать и время говорить. Почему он там прикасается к прокаженному? Ради чего? Ради того, чтобы нарушить закон. Помните, когда он сухую руку исцелил? Как на него рапрали? Ешь шесть дней, те исцеляйте. А он что им Христос сделал? Себотой нужно добро делать, или зло. И они голову уткнули в песок, и молчат. Ну, что молчите-то? Ну, отвечайте. Если они скажут добро, что же вы мне запрещаете? Если скажут зло, ну, вот. Поэтому, смотря, какое нарушение, тоже колоссий они ели, тоже его за это. И как Христос ему это не написано, что вот там-то, там-то, там-то. Вы лицемеры, в субботу в Аллахе идете, отвязываете. А я человека, женщину скорченную, 18 лет он исцелил. Поэтому, смотря, что надо нарушать. А здесь, а здесь он отсылает к священнику. Священнику, то есть, закон требовал, чтобы за очищение были пронесены дары священнику. Так он же очистил. Христос, причем тут священник сказал бы, так, давай я вот тебя исцелил, все, корову продай и неси мне. Не сказал он так. Перед этим читаем, что он, делая добро, уединялся. Единственное, говорит, не рассказывай никому. Совершенно Симон Волф по-другому посылал, но увидел, что через возложение рук подается благодать такая, исцелять болезнь. Он сказал, дайте мне деньги предложил, я тоже хочу. Он что, исцелять хотел, или деньги этих зарабатывать? Наверное, деньги зарабатывать, поэтому и апостол сразу выпрекнул. до этого тоже исцелял, но как-то, видимо, что-то его не устраивало. Вот и про бесов он тоже изгонял бесов и тоже на себе испытал. Я в ролике смотрел, экзорцизм называется, изминание бесов не видели. приходят в храм, и там отец Василий, у него этот дар был, он их там, и они прям кричали, выходили в лес. Я на таких мероприятиях не присутствовал, но в моей жизни вот, сын, когда у меня заболел, я поверил, что он бесноват, и я поверил, что бес изгоняет мое сопоставление. Я поверил, начал проститься, и по моей вере Господь дал исцеление. И первый раз, и второй раз. Вот. Ну вот, сын пока вот, так же, как у Виктора Андреевича. Дети идут, и мне ничего не сделать. Я столкнулась с Александрой Ивановной Зубрицкой, помните? Да, помню, да. Тоже ее бесы мучили. Ну вот я, я-то и не знала, и не заметила, ну как, что вот именно бесы ее мучат, там, или что. Пришла она ко мне, Игнатий Тихонович сразу по телефону спросил, что объясняется. Да. Я тоже не знала, но я думаю, это просто Игнатий Тихонович стал молиться усиленно. А я не знаю, что делать, Господь так на сердце положил, вот стала делать поклоны земли. стопок лунов. Как она забегала, как она забегала, тут прям вот так вот. Я думаю, сейчас по голове мне надо стукнет. Нет, все, ты вышел из нее. Вышел, и она упала, как замертая, прям вот так вот. Поднимайся. Поднимай ее. Я в этот момент пошла за внуком, а ее оставила дома, никуда не ходить. А она взяла и ушла. Иди видят, которую оставила. Она ушла. А потом мне сказала, говорит, зря я тогда ушла. Они уже ее вот в больницу ходили, Валентину Ильиничну посещали. А встретили Зубритскую, случайно увидели в другой палате. Она лежит. Забирать ее из больницы некому. Врачи уже все забирать не могут. А сын не идет. А с сыном живет. А он ждет только в день получки ее. Так что это все страшно, конечно. А я все время думала, вот она встанет, как бы с ней плохо, потом она успокаивается. Когда начинают это самое молиться, и когда она пошла, у нее ноги подкашиваются, и все, она как бы опускается. Она даже не может идти. А она на учете в психиатрии состояния? Нет. 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 Ну и свое, то ничего, все из-за квартиры, поэтому, а видимо, неправильно это все было. И все, Господь опустил. Вот там дальше сказано, что нечистый дух, выйдя, ищет себе место. И не находит. И возвращается обратно. Находит место убранным, как бы, все, и берет семь зреших себя, семь друзей, и опять входит в человека. Вот. А почему такое происходит? А вот этот прокаженный оказался благодарным. И он сразу всем стал благовествовать. И вот смотрите, меня Господь исцелил. Вот. Вот. Приезжал к нам один журналист, тоже просил меня молиться о его сыне. У него диагноз был психиатрическое заболевание. Я стал мамой. Ну как, у меня как бы сразу такое помните, Игнарь Тихонович говорит, если кто-то просит молиться, а я спрашиваю, а ты сам-то молишься? А то попросят молиться. Я молюсь, молюсь, а там уже все, все уже он получил. Ты хоть позвони, я-то продолжаю молиться, поблагодари. Сам это главное. Да, а то так он блякнул, и сразу как. Я говорю, а ты Бог не исцелит, пока ты сам не перестанешь грешить, курить, блудить, все, все, написал, а он меня заблокировал в интернете. И мне в комментариях пишут, зачем ты вот это болезнь, на всех рассказываешь, все. У меня когда с сыном случилось, я наоборот всем знакомым говорю, молитесь. У меня вера в это есть, что бесы изгоняются только молитвой просто. Если молитвы недостаточно грешного человека, я пишу другие, более святых людей, чтобы об этом помолились. Я хочу исцеление, не мучиться. Человек мучиться. Бес его мучит. Что такое шизофрения? Это раздвоение личности. То есть, он то нормальный, то ненормальный. Страшно. Самое страшное наказание, когда Господь отнимает разум. Вроде и живой человек, в то же время. В молитвах нам часто сказали, Господи, прости, что жизнь мне и разум сохранил. Люди неразумны, когда поступают. Просите. Страшно, и когда отделяются. Отделяются и забывают как бы Бога. С родными хорошо, все прекрасно. Это вот у нас Валентину мы привозили. У нас же тоже стало забываться, многие такие поступки непонятные. Ну, нам-то понятно, а родные не понимают. А чтобы ее в церковь повезти, этого нет. Сами неверующие ее никак. Да, родственники написано, и враги будут ваши домашние. Домашние, это же родные люди, как они могут быть врагами? Господь сказал, не мир, я пришел принести на меч разделенный. Святой, это значит отделившийся, то есть святой, он отделенный, то есть уже он от мира, от этого он грешного отделенный, он святой, он не такой, он иной, инок еще называют, иной. А те, которые как, он уже инородное тело, оно мешает, его хочется либо убить, как вот дети будут, водители будут убиваемые детьми. Там такие слова говорят, ты возьмешь нож, и завтра в спину воткнешь. Вот так Господь сказал, что мученицем будешь. Наступают эти перемена. Вот. Ну, сегодня наши дети, ну, казалось бы, на ангелочке сидят в платочках, огрызки под столом. Ну, какое такое можно представить? Верующие дети, верующие родители, яблоко тут уже сел огрызок под столом. Да не один, а сколько там мыши-то. Что, пять? Или это один поросенок накидал такой, или пять поросят сидели. Пойди, разбери сейчас. Спросишь на следующем собрании? Нет. Все задницу прикроют и будут молчать. Никто не сознается. Ой. Говорят, маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки. Продолжаем Евангелие от Марка, 1 глава, 43-45 стихи. А, это я уже прочитал, да. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 5 стихи. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. Толкование. Вера мужей, принесших расслабленного, была столь велика, что они проломали кровлю дома и испустили его. Посему и Господь подает ему исцеление, видя веру сих, принесших, или и веру и самого расслабленного. Ибо его он сам не позволил бы взять себя, если бы не веровал, что исцелится. Впрочем, Господь часто исцелял ради веры одного приносящего, хотя приносимый не был верующим. И напротив, часто же врачевал ради веры приносимого, хотя приносящие не веровали. Прежде всего, опускает он грехи болящему, а потом врачует болезнь, потому что труднейшие болезни большую частью происходят от грехов. Как и в Евангелии, от Иоанна Господь производит от грехов же болезнь одного расслабленного. Этот упоминаемый у Иоанна расслабленный есть не один и тот же с упоминаемым ныне, напротив, это два разных человека, ибо упоминаемый у Иоанна не имел человека помогающего, а нынешний имеет четырех. Первый был купили общий, а этот в дому, тот в Иерусалиме, а сей в Капернауме. Можно найти и другие, между ними различия, но должно сказать, что упоминаемый у Матфея в девятой главе, странно, когда читаешь, что Господь исцеляет больного ради веры больного, а те, которые его ведут ко Христу не верят. А что же они ведут, если они не верят? Может быть, мало верят, веры хватало, чтобы привести. Сейчас приведем, а он не селит, а мы сказали, а вот мужик говорили, что он обманщик. Может быть, для этого вели. И Господь исцеляет, чтобы те приносящие уверовали. А здесь приносимые, но он, видя веру, это же надо, если бы они не верят, чтобы они крышу копали-то. То же совсем надо, как говорится. Они верили. Да это по их не вере. Они верили, а тот парализованный, но расслабленный. Его особо-то можно... Даже если бы он не верил, если бы у меня был парализ, что я буду спрашивать, пока он все равно сопротивления никакого не окажет. А здесь Филакда говорит, если бы он не верил, он бы сказал, не носите меня. Но насильно тоже бы они его не понесли. Значит, он не сопротивлялся словесно. Не исцелил. Он бы был не верен. Но здесь толкователь говорит, что Господь исцеляет по вере приносящих. Даже если веры приносимого нет. Чтобы тот, который не верил в исцеление, поверил потом в Христа как в Бога. То есть, ради веры все это делается. И чудеса, они раньше были для того, чтобы человек уверовал. Но елины требуют чудес. Написано, требуют. Когда человек требует чудеса, дай нам чудо, тогда уверен. Садись из Христа и мы уверены. Вы не веруете. Это уже такое у них состояние, что они насмехаются над верой. Даже если мертвые придут и скажут, не поверят. У них есть Моисей и Пророк, если их не слушают. Даже если кто причем обожжет на богачей и лазает. Представьте, мы знаем, что хранили же кого-то родные и близкие. Он бы сейчас заходит «Ребят, я там был, ой-ой-ой, давайте уж поститесь, молитесь, дела добрые делайте». Есть еще такое, когда больной сам не верит, а вокруг как бы все верят, за него, то есть для него что-то делают, за него что-то делают. Он волей-неволей, глядя на остальных, говорит, ну как же я? То есть его вера, она от окружающих. он как бы заражается этой верой. Может быть, так он. Ну, так говорит, если он не верит, не исцелится. А Господь, он может исцелить для того, чтобы он впоследствии уверовал. Ну как, эти же верили, я верил, я исцелился. Значит, я по вере их исцелился. Примеров у нас много. Вот у сестры Нины, муж, он ярый противник был, когда она вот пришла от веры. Он категорически никак ее не ушел верующим, христианином. Да, заболел. Искренне верующим, да. Вот. Заболел. У Галины Ивановны усилены, то, чем так же. Муж, атеист. Я атеист никак не воспринимал. Все. Он заболел, Господь его уложил. Такой крепкий был мужчина, никогда не скажешь. А вот Господь уложил на кровать и все. И постепенно он как-то и уверовал, ушел тоже христианином. Да. Исповедовался, причастился, все сделал. Да. Это поддали на молитве. Даже повенчались молящим будучи. Да. отец мой неверующий. Я когда заболел, у меня мама полуверующая была. Чуть погоничь. Когда я заболел, отец мой повенчался с матерью ради исцеления, хотя неверующий. и после этого в церковь ни разу не ходил и ничего. Но такой поступок он совершил по любви ко мне, я так только понимаю. Я не верю, но мать просит. но были люди, которые крестили детей ради того, чтобы они исцелились. Цыгане или кто, я сейчас не помню, язычники какие-то. Орет, орет, ну, он говорит, он сходил в храм, пусть покрестит перестанет орать. крестили и переставали орать. Не знаю, там. Для них это шаманизм. Да. И потом соборы и каноны говорят, если вот таким образом крещённое дитя, то считать, что он не крещённый. То есть его заново перекрещивать. То есть они крестили не по вере родителей, а по вот этому шаманизму, как я называю, чтобы вот сегодня священники причастием играют, с ребёнком беснуется, орёт, надо им причастие обязательно толкать, типа соски, чтобы не орал. чё же, кощунство, издевательство на святыне. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Я тут в шок меня в интернете чуя, венчание Ксении Собчак приехал венчаться на катафалке, на котором покойник чёрный, в пятницу 13-го осквернило вот это таинство венчания. Я её то осуждаю, а сам-то, прости господи, неверующий, тоже пошёл венчаться. Ну зачем мне это? Чтоб всё как у людей. Мама сказала, я не верил, я точно знал, что зачем всё это? Я тут считал, что я верен не буду ей никогда. А чём или чё? Тоже такое. А тут какой-то на другой на лошадях ещё бы в храм мы заехали. И комментарии это всё сделано для того, чтобы показать, что попы всё что угодно сделают за большие деньги. Никто не остановил. И никто не остановил этого попа и никто ничего не это. Всё-таки миллиарды угрохали на это свадьбу. Один Жириновский только там сказал и нет как кукушки бьют. Уже на второй браке. Никто не остановил, да, вот. Ну что? почему он такой, что уже сделали из церкви проходной двор и любой может заходить. Чё? Только плати. Чё, чё хочешь. Церковь превратилась его. Требуй. Ты требуешь, платишь, мы любое твоё требование исполнили. Вот говорят, пусть и райцы-то, когда они станцевали, их там выгнали, посадили. Вот. Почему? Бесплатно, да? А здесь делает то же самое Ксения Собчак за деньги. Её никто не выгнал, не посадил. То есть всё нормально, всё хорошо. То есть опять двойные стандарты. Да. 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 Требёнок. Угу. Ты Нюх. Ты нюх. евангелие от марка 2 глава 6 по 12 стихи тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих что он так богохульствует что может прощать грехи кто может прощать грехи кроме одного бога иисус тотчас узнав духом своим что они так помышляют себе сказал им для чего так помышляете в сердцах ваших что легче сказать ли расслабленным прощаются тебе грехи или сказать встань возьми свою постель и ходи но чтобы вы знали что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи говорит расслабленному встань возьми постель твою и иди в дом твой и он тотчас встал и прославляли бога говоря никогда ничего такого вы не видели толкование фарисея обвиняли господа в богохульстве за то что он отпускал грехи так как это принадлежит одному богу но господь дал им и другое знамение божества своего знания сердца и потому что одному богу известно сердце каждого как и пророк говорит ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих второе полипоменов 630 некоторые там колдуны там как-то убеждают что они умеют читать мысли загадать число это раз как бы так вот читать мысли можно только один господь никто не знает что в человеке кроме духа человеческого живущего момента есть я не могу ни вашу ни вашу ни вашу мысль прочитать психологи как-то по по мимике узнают там есть такая методика если вот этих вот готовят силовые структуры он так сразу соврёт что я не психолог не расходит детектора лжи вот эти все таки поэтому господь им показывает что вы мыслите так сердцах ваших другой поток с другом как-то что я хочу бог что-ли что читаешь мне даже все у них другое зависть и он и он исцеляет раньше всех не входили книжникам и фарисеям они отделенные россии россии значит отделен они сами себя отделили чтобы такие вот особые люди и вы должны перед нами преклоняться между тем фарисеи хотя и было господом открыто что у них в сердце остаются бесчувственными и знающему сердца их не уступают того чтобы он мог врачевать и грехи тогда господь через исцеление тела удостоверяет в том что он исцелил и душу то есть посредством явного посредством исцеления тела утверждает сокровенно и посредством легчайшего труднейшие хотя это казалось им иначе то есть им душу исцелить то чего прощаются те грехи они простились кто проверит простились не простились как как ты узнаешь никак не узнаешь а вот то что был болен раком и теперь не болен исцелился и там камни сами вышли там еще что-то тут уже да это вот это бог помог и поэтому он удостоверяет а что легче то душу исцелить или тело он то знал что они скажут душу любое извлечит ты что сказал прощается да прощается и мы прощали также пришел деньги заплатил про счастье грехи ступая с мира здесь нет где то чтобы удостоверить удостоверили что и я могу не только грехи прощать но исцелять а кто до этого когда расслабленный поднимал да и видать никто что с тобой не очень заскорченная я не скорченная просто рам устала я блин ободритесь это я не бойтесь ибо фарисеи исцеление тела как действие видимое почитали труднейшим а врачевание души как невидимое легчайшим рассуждали как бы так вот обманщик который отклоняет от себя исцеление тела как дело очевидно и врачует невидимую душу говоря прощаются тебе грехи если бы он самом деле мог исцелить то наверное исцелил бы тело а не стал бы прибегать к невидимому посему спаситель показывает им что он может совершить то и другое говорит что легче врачевать от душу или тело без сомнения тело но вам кажется напротив итак я исцелю тело чтобы нас что на самом деле легко а только вам кажется трудным и тем уверен у вас в исцелении души что действительно трудно и кажется легким потому только что невидимо и не обличаемо так поступает господь и с душевными немощами не только освобождает нас от грехов но и подает нам силу для исполнения заповедей и так и я расслабленный могу исцелиться ибо и ныне есть христос в капернауме в доме утешения то есть в церкви которая есть дом утешителя утешителя с большой буквы молимся царю небесный дух утешит я расслабленный потому что силы души моей недейственные и недвижного блага но когда четыре евангелиста там же четверо вы понесли четыре евангелиста мотфеев марк лука я возьмут и принесут меня к господу тогда услышу слово его чадо ибо я делаю сыном божиим через исполнение заповедей и мне отпустятся грехи но как принесут меня к иисусу проломивший кров что же кров ум как верх существа нашего на этом крови много земли и черепиц то есть земных дел но когда все это будет сброшено когда будет разломано и освобождено от тяжести сила ума когда потом спущусь вниз то есть смирюсь я не должен возноситься вследствие облегчения ума моего но по облегчении обязан не спуститься то есть смириться тогда исцелюсь и возьму одер мой то есть тело возбуждая оное к исполнению заповедей ибо не только должно восстать от греха и познать свой грех но и взять одер то есть тело для делания добра тогда можем достигнуть и созерцания так что все помыслы в нас скажут никогда не имели такого разумения как ныне исцеляясь от расслабления кто очищен от грехов тот поистине видит вот такое чудесное толкование от исцеления тела до исцеления души говорят спортсмены в здоровом теле здоровый дух да не тут то было бывает такой здоровяка внутри гнилой гнилой и видно что он здоровый спортивный парень или какой то там сморчок весь больной там а душа чистая светлая глаза ясно поэтому тут ну опять же говорят что тело настолько связано с душой что наказывая тело про наказание идет врачу им душу я его достоился нынче потерять ну чего не зря вот эти вот ювенальные юстиции восстают против наказания детей ох не зря это бес он хочет чтобы дети были такие же как они верующие родители то есть ни в коем случае его нельзя наказывать душу врачевать описание говорит что исправительная розга спасет от преисподней только к преисподнюю то душа идет причем тут розга то а вот то есть человек из-за страха телесного наказания перестает делать грехи перед Богом потому что ну родитель он не может до совести достучаться а он стучится в другое место то есть не в сердце а в ту жизнь то есть есть два вида страха Божьего страх наказания и страх огорчить он женатов боится мужа своего так чего она должна бояться что он сейчас кто ее поколотит боятся огорчить это вот правильный страх то есть Игнать Тихонович дети балуются а мать скажет а что отец скажет говорит мы ни один не знаем что он скажет но во всех страх такой накладал он просто вот так вот воспитывал а что отец скажет и все а сейчас скажи ребят что отец скажет да и что скажет по барабану что он скажет сам с Иисусом и и вышел 13-17 стихи и вышел Иисус опять к морю и весь народ пошел к нему и он учил их проходя увидел он левия алфеева сидящего у сбора пошлина и говорит ему следуй за мною и он встав последовал за ним и когда Иисус возлежал в доме его возлежали с ним ученики его и многие мытари и грешники ибо много их было и они следовали за ним книжники и фарисеи увидев что он ест с мытарями и грешниками говорит ученикам его как это он ест и пьет с мытарями и грешниками услышав все Иисус говорит им нездоровые имеют нужду врачи но больные я пришел призвать не праведников но грешников к покаянию по совершении чудо над прокаженным Господь уходит к морю вероятно ища уединение но народ снова стекается к нему познай же что по той мере как ты станешь избегать славы она будет гоняться за тобой а если ты будешь гоняться за нею она убежит от тебя вот и Господь только что удалился к морю как народ опять бежит вслед за ним однако он и отсюда ушел и на пути вловил Матфея именуемый теперь у Марка Леви есть Матфея так как он имел два имени посему то Лука и Марк скрывая настоящее имя называют его Леви но сам он не стыдился напротив откровенно говорит о себе Матфея 9-9 так и мы не будем стыдиться открывать грехи свои левый сидел у сбора пошлин занимаясь по обязанности своей или взыскиванием податей с кого-нибудь или составлением отчета или чем другим что обыкновенно делали сборщики подати в местах своих занятий но теперь как оказался усерден ко Христу то оставив все последовал за ним и в великой радости созвал многих на обед а фарисеи начинают винить их господа представляя себя конечно людьми чистыми опасное такое состояние когда сам себя считаешь чище или умнее других конечно это это фарисейство называется много же апостол Павел был фарисей из фарисеев то есть из фарисеев а они фарисеи то чем они занимались словом божьим пусть они его не так понимали но они занимались и Христос когда говорил он говорит все что вам фарисеи говорят соблюдать соблюдайте они закону Божию учили по делам же их не поступать ибо они говорят а они делают а учат правильно поэтому это вот лицемерие то есть он учит правильно говорит правильно хочет чтобы о нем думали все хорошо как раз с одним человеком я разговаривал на благовестии о лицемерии тоже не знаю что такое о лицемерии ну остались по-хорошему вот он как раз очередь стояла в Евангелии раздавали беседа состоялась не согласился он на съемку жаль конечно но сегодня Бог удаст может пошлет людей каких-нибудь Евангелие от Марка 2 глава с 18 по 20 стихи ученики Иоанновы и фарисейские постились приходят к нему и говорят почему ученики иоанновы и фарисейские постятся а твои ученики не постятся и сказал им Иисус могут ли поститься сыны чертога брачного когда с ними жених да коли с ними жених не могут поститься придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься в те дни толкование иоанновы ученики как еще несовершенные держались иудейских обычаев посему некоторые из приходивших ко Христу представляли их в пример и винили его за то что ученики его не постятся наравне с теми а он говорил им ныне я жених нахожусь с ними и потому они должны радоваться а не поститься но когда я буду взят из всей жизни тогда подвергаясь напастям они будут и поститься и скорбеть называет себя женихом не только потому что обручал себе детственные души но и потому что время первого пришествия его есть время не плача и горя для верующих в него и не тяжелое время но успокаивающее нас крещением без дел закона в самом деле что за труд креститься и однако в этом легком деле обретаем спасение сыны брачные суть апостолы потому что они сподобились радости господа и соделались причастниками всякого небесного блага и утешения можешь понимать и так что всякий человек когда совершает добродетель есть сын брачный и доколе который имеет при себе жениха Христа не постится то есть не оказывает дел покаяния ибо зачем каяться тому кто не падает когда же отымется от него жених Христос когда то есть он впадет в грех тогда начинает поститься и каяться чтобы обрачевать грех все сектанты они вот этот стих берут тоже мы ученики Христова зачем нам проститься мы радуемся вы фарисеи ерундой занимаетесь секта это узость взгляда на истину они это первое взяли себе а дальше продолжение почему но придут дни дальше когда отнимется и тогда будут поститься в те дни что мы православная церковь в среду в пятницу каждую неделю да не постный почему в среду Иуда предал Христа в пятницу его распяли это говорит о том что в праздники великие тоже те люди которые постятся нарушают слово Божие я буду поститься столько сколько захочу все таки нельзя так но по состоянию души если он по гордости поститься вы то вон радуйтесь а я это пощусь так когда постишься если он тайно поститься почему потому что сокрушается ему не до праздника его душа мучает он согрешил он плачет два смертные греха сделал как давид помилуй меня боже по великой милости твоей а тут праздник он 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 убит он осознал что друга отправил жену забрал а тут праздник давай душа она хочет поститься тогда может быть это не христос говорит могут ли поститься когда с ними жених когда с тобой христос когда ты ничего не нарушил зачем поститься тому кто не падает а кто упал у кого и пить имя какой праздник он как бы ну как ну как ну да нам же тоже можно поститься как надумал исповедаться поста нету можно поститься вот у меня было такое да вот у меня было такое знаете конечно я тоже что-то он меня обличил я думаю по воскресенье я буду не буду у меня живот было что-то не сказал нет подожди воскресенье поешь а вот с понедельника тогда начнешь я смирился и все то есть тут по состоянию души нет а я вот хочу воскресенье но воскресенье Христос воскрес это выше всех праздников воскресенья Христова то есть получается что человек отвергает праздник да есть пославления там какие-то нет по своей воле вот ну по ну ну понедельник тебе именно сегодня воскресенье надо что-ли давай до завтра доживи и попастишься никуда твой пост не уйдет давай давай вот и все еще мы же живем по от зависимости от финансов многие хотят не хотят но постуют нет нечего есть таких много пенсионеров сейчас сегодня батюшка говорит по спасу показывают как монахи постятся такие изысканные блюда в посты там раньше так как Хлепова да вот пост был а сейчас чего ж так не поститься это у Игоря Дубунова отец говорит приезжает а у него там пост кальмары да все такое сейчас говорит что ж так не поститься так поэтому тут по финансовому ну 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 а у меня как пост мама в гугл я не знаю что приготовить тут понятно там мясо там все готовь готовь там а когда мяса нету и она и голову ломает и ну мясо дорогое но она и посмотрит сейчас и всякие и постные то всякие орехи там тоже цены такие что там не купишь вот поэтому не конечно постный стол он должен быть беднее намного чем не постный это и понятно ну получается если как там там по финансам или еще почему то то есть любой день у него один и тот же рацион то есть праздник ну как бы и не праздник ну ты ж не говорите о том что воскресенье взять то ты мясо ешь нет 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 ну вкусным маслом разбавь там еду это уже не вкусная еда да узнаем мясо вообще нам говорят mejores грибов поешь сыпь не помню а ага хорошо не забудь ведро замести с зерном, напомните, чтобы не намокло, там стоит возле сарая В чем вопрос-то? Человек в празднике хочет поститься и че? Нет, просто, насколько пост с пищей же все-таки связан, с пищей, не только с духовной молитвой Не только с пищей, потому что многие воспринимают пост как перемена пищи, она ничего не дает Во-первых, нужно воздерживаться от зла, воздерживаться от мирских вот таких удовольствий от смотрения того же телевизора, что такое праздник Да, вот как праздник церковный праздник радуется, как православный верующий должен себе этот праздник организовать Лучше вот эту еду, которая бы хорошая, ты можешь милостыню дай, это очень хороший у тебя будет праздник Для души Да? Муша радуется Да и пусть праздник порадуется, ты ничего не говоришь Ну если ты до этого постился по три дня, почему-то тебе воскресенье шашлычок не сваргает Ну вот я и говорю, что все равно надо как-то этот день выделить, правильно? Ну пусть, да То есть, может быть, побольше поститься там перед праздником, да, чтобы в празднике немножко себе позволить Что такое делать? Вы специально поститесь, чтобы потом начаться воскресенье Ну как бы вот, чтобы этот день все-таки ощущался, да, и организм как-то Да, это когда я уверовала сразу, то тогда мне казалось Да никто нет Когда сразу уверовала, ой, так сложно было Что есть бы, это в голове постоянно еда была Сейчас она вообще в голове нету еды Ну то, что есть, то и поешь Да Я никогда не думаю, праздник сегодня, не праздник сегодня Бог дал какую еду, тупо ем, не пошла Ну так и должно быть Ну Однако барашка ели-то, пасху-то Но с горькими травами Трава в пасху Сколько дней еще? Сколько дней еще? Пасху-то По земле Я больше приготовила вкусненько-вкусненько Думаю Ну, к этим молодежьям, да еще кусочек мяса Такая вкуснотища пропадает, да? Да Ну вот Каин, Ави Один постный, там, выращивал пищу А другой Бог-то на мясо презрел почему-то Повкуснее оно ему оказалось Кто-то обиделся Да убил братца своего На сердце презрел Почему на мясо-то? Ну 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 Почему Ну Почему так вот Ну Я не знаю Тебе что больше нравится? Мясо или овощи? Не мясо Ну Мне кажется, всем так Нет Нет, не всем Ну Кто Вегетарианцы Ну Мне кажется, вкуснее Хотя К нему более Ну Привязываешься И что там Хотя Можно отвязаться И не использовать По помощи Божьей Никакого И когда у тебя все равно То это слава Богу То ваш Бог чревает Никто То я без мяса жить не могу А я без вина не могу А я без женщины То это страсти все начинаются От этого От обильной еды Конечно Все страсти Да Переедание потом пошло Как один в монах В Египте пожили То давай нам перепилов То еще чего-то Да То чеснока То лука Да Там Господь им дал Что-нибудь Потом Елена Андрей Повезли Евангелие от Марка Давайте вот теперь сейчас Про поститься Не поститься Про ученики Дальше Христос начинает объяснять 21-22 стих Никто к ветхой одежде Не представляет заплаты Из небеленной ткани Иначе вновь пришита Дерет от старого И дыра будет еще хуже Никто не вливает вина Вина молодого в мехи ветхие Иначе молодое вино прорвет мехи И вино вытечет И мехи пропадут Но вино молодое Надо вливать в мехи новые Толкование Как небелина То есть новая заплата По своей твердости Только раздерет ветхую одежду Если будет пришита к ней Так и новое вино По своей крепости Разорвет старые мехи Так и ученики мои Еще не окрепли И потому если Обременим их Мы через это Сделаем им вред Так что они По немощи своего ума Похожи еще на ветхую одежду И так не следует Возлагать на них Тяжелые заповеди поста Или можешь и так понимать Христовы ученики Будучи уже Новыми людьми Не могут служить Старым обычаям И законам То есть и такое толкование И такое Вот Правильно сестра вот заметила Мне говорит Поначалу было трудно проститься Сережа Да Картошку И Матерь И Матерь Бога Аминь Спасибо Христос Слава Христоту И ческаля